Первый этап повышения расценок на услуги ЖКХ пришелся на июль. По новым тарифам, которые на 6% больше предыдущих, тулики теперь платят за коммунальные услуги, горячую и холодную воду и тепло в своих домах. Цены на газ тоже возросли. Природный теперь обходится дороже на 15%, сжиженный на 8%. Однако свой рост цены на услуги ЖКХ не прекратят. 1 сентября область ожидает вторая волна повышения тарифов. Рост тарифов на тепло в Кимовском районе составит 3,6%. На холодное водоснабжение минимальное повышение 0,4%. На услугу водоотведения минимальное повышение 2,4%. Тарифы на коммунальные услуги сохранятся на действующем уровне на теплоэнергию в городе Суворове. На услуги водоснабжения в Белевском, Ефремовском, Веневском, Дубинском, Адоевском районах. Однако на достигнутом рост тарифов на ЖКХ в целом по стране не остановится. В новом стандарте предельной стоимости коммунальных услуг Минрегионразвития предполагает что к 2015 году цены по квитанциям вырастут на 5%. В среднем по России стандарты оплаты ЖКХ на один квадратный метр жилья составят 109 рублей в 2013 году и подорожают до 133 рублей в 2015. Тульская область по прогнозам окажется в средничках по цене услуг ЖКХ. Через три года они не должны превысить 113 рублей с квадратного метра. Для сравнения, в соседней Московской области уже в 2013 году заплатят 132 рубля. Больше повезло рязанцам. Их средний тариф – 84 рубля. В этом году жители области может ожидать еще одно нововведение – другая система оплаты отопления. Если сейчас жители оплачивают эту услугу в течение года равными частями, то в будущем эту сумму придется платить только в период отопительного сезона. Однако к подобному способу расчета тулики относятся довольно скептически. Я считаю, что человек, который зарабатывает, ему без разницы, в какой месяц платить. Тяжело будет пенсионерам, которым придется, так сказать, в одно время прижимать, в другое – выжимать. Неудобно и совсем не надо платить летом, потому что она не топится. Будет удобно всем богатым людям, а неудобно всем среднего класса. Да тоже нам тоже, без разницы. Неудобно, потому что сейчас живут все одним днем, а что будет через сколько-то там. Точные данные о том, сколько теперь станут платить тулики за услуги ЖКХ, станут известны через 2-3 дня. Пока же можно с уверенностью сказать одно – больше, чем на 10% по закону подорожать коммуналка не должна. Екатерина Соливанова, Борис Глоба, ТВ-центр Тула.